Привет, друзья, с вами Веймс и я продолжаю проходить Dead Souls и поехали пытаться что-то сделать еще, наверное. Ну, в прошлый раз была парочка хороших ранов. Я открыл арбалет, я открыл меч садиста или что-то подобное. Традиционные фризы в начале первого рана при запуске игры. Ммм, стоп, у этого кинжала разве и был такой миксер? Или это другой кинжал? Не, вроде бы тот же. Мне казалось, он по-другому открывал. Может быть, я ошибаюсь. Ну ладно, неважно. Может быть, был апдейт, я не уверен. Но это кинжал убийцы, который критует в спину, все такое. Все стандартное. А телепорт, по-моему, это не телепорт. Нет, это... Хмм... Телепорт к бомбе, к закрытой. И к выходу, да. То есть, это не тот телепорт, который мне прямо сейчас нужен. Зато метательные ножи, это те метательные ножи, которые мне сейчас нужны. И турель тоже не помещает. Может, метательные ножи лучше... Ну как, они не то, чтобы прямо лучше, чем арбалет. Но мне они нравятся больше немножко. Они хорошо сочетаются с парой видов оружия. Ау. Ммм... Да, это явно что-то новое. Потому что я не помню таких... Спрайтов у... Денежных этих кристаллов. Так что, видимо, был апдейт. Не уверен. Кровавый меч. Наверное, лучше. Тут мувсет остался тем же, но, по-моему, анимация немножко изменилась. То есть, как бы он такой же, но, по-моему, он был менее... Красивым, что ли. В общем, выглядел немножко по-другому. Но смысл тот же. Или, может быть, я вообще наркоман, и... Я ничего не понимаю. Тоже, по-моему, невозможно. Окей. Сила. Всегда сила. И да, я знаю... Там несколько человек писали в комментариях, что... Ммм... Погнанная граната. Что в навык билд эффективен. Ммм... Не так эффективен, как сила. Ну, нет, может быть. Скорее всего, так же эффективен, как сила. Или даже более эффективен, но... Но нет. Я не согласен. Зачем навык, если есть сила? Ну, видимо, за этим. И, видимо, стоит попробовать билд в навык. Потому что эта фиговина вроде как дамаговая и вообще хорошая. Привет, руна. Будешь ли ты чем-то хорошим? Один раз я почти прошел. Ну, тогда было не 2.30. Окей, ловите. Окей, это было, на удивление, неэффективно. А, это было, на удивление, неэффективно. Я чуть-чуть опоздал с перекатом. Я попытался, но позже, чем надо было. Ну, ладно. Что поделать? Чуваки со щитами. Моя единственная слабость и все такое. А. Недолец. Моя вторая единственная слабость. Да, вторая единственная. Отражает урон. Плюс урон на Найфсторме. Плюс урон по ядовитому на кнуте. Ммм. Ничего такого, что я хотел бы взять. Увы. И жизнь за тысячу, это вполне адекватно. И, видимо, я уже ни на что никогда не успею в этом ране. Так что, видимо, я дальше иду немножко медленнее и аккуратнее. Или, может быть, нет. Не знаю. Это будет просто уже к выходу, правильно? Да. Ну, ладно. Я хочу выйти сюда, потому что это... Я не знаю почему. Я не уверен, что эта локация эффективнее. Тут, конечно, вот это вот есть. Спайтфул. Крит после получения урона. Ммм. Что у меня сейчас? Погорящим бонус. И орбитерель без модификаторов. Наверное, есть смысл его купить. Вместо моего основного меча. Блид мне сейчас ничего особо не дает. А дамага у спайтфул меча больше значительно. Так что, видимо, так. Что я хочу здесь анлокнуть? Огненная граната. Звучит как полезная вещь. Но мне не хватает на нее немножко. Потому что мне всегда нечем поджигать. Стоп. Что? А, да-да-да. Это меч, который кидает гранату. Точно. Мне постоянно нечем поджигать. Так что огненная граната, я думаю, в этом мне поможет. В общем, я не уверен, почему я на этот уровень иду. Он сложнее, чем два других. Я не уверен, что он выгоднее, чем два других. Ау. Нехорошо. То есть тут, возможно, больше денег. Но я не думаю, что тут больше предметов. По крайней мере, это так не похоже выглядит. Так что есть ли в нем смысл? Хрен его знает. Ммм. И все? Тупик такой? Что за фигня? Неясно. Но, видимо, мне сюда. И, видимо, я все-таки в скиллы пытаюсь билдиться сегодня. Ну, или равномерно, потому что у меня сейчас и того, и того, и того два. Окей. И окей. Но при этом у меня всего два, но нет никакого адекватного эквипа. Ну, совсем адекватного. Так что с этим есть некоторые проблемы. Еще руну на полу. Нет. Хочу ли я связываться с руной на полу? Как минимум, я хочу, наверное, сначала посмотреть, что за амулет внизу. Меньше урона от проджективов. И я получаю за аут, когда я подбираю клетки. Звучит полезно. Слева лук хороший. Наверное, я за ним сначала сгоняю. Потом открою руну. Ну, то есть я могу ее сразу открыть и просто не сходить туда, наверное. А, вот так вот. 60 золота. Ну, это полезно. Кунай, это, конечно, хорошо, но лук, который наносит в миллион раз больше урона и еще и пересет первую цель и дает плюс один силы, выглядит полезнее. Намного полезнее. Ау. Ау. Такая большая все-таки ауешка у этой. Мой ты хреновины. Я постоянно забываю. Насколько именно она большая. Проблема в том, что теперь приходится собирать это золото. Еще и лещилка наверху. Ну, не лещилка, а макс-эпэ. Да, это разные вещи. Поскольку тут есть портал. Давайте посмотрю, что наверху сначала. В общем, руна, видимо, будет последним, с чем я буду связываться на этом уровне. Или более вероятно, я просто забуду о ее существовании и не буду с ней связываться. А, нет, двойной урон это нехорошо. Орб. А мой как? Мой один. Здесь 43 ТПСа. У этого 316. И он еще выпускает пачку стрел. И враги взрываются при смерти. Почему нет? И еще и сундук. Который сейчас дропнет еще что-нибудь полезное. В тот же слот. Да, естественно. Ну, нет. Ледяная граната это не такая уж полезная вещь. Она не дамажит. Заморозка это не самый полезный статусный эффект. Я думал, я упаду на тот же этаж. Ау. Что и вся эта гражская хрень. Норм. И вполне норм. Да, видимо, в скилл-билде все-таки смысл есть. Учитывая, что у меня с двумя левелами скиллов получается достаточно эффективно все убивать этими... Этой комбо из Орбы и Туреля. Ммм, руна. Да, спрыгнете вниз, наркоман. Это огромная АОЕ, которая всю комнату задевает. Ау. Да. Идите нафиг все. Окей. И там еще один магазин. И там кунаи. Ну, кунаи хороши, если... Если у меня прокачана сила. И есть всякие бафы. Так что я вряд ли эти буду покупать. А вот это вот надо. Турель еще одна. Пробивает первую цель. Враги взрываются при смерти. Кунаи и Пирсиды стреляют вверх. Да, это надо. А на остальное не особенно хватает. Увы. Увы. Ну, зато теперь я еще эффективнее. Ау. Увы. Упс. Ок. И ок. Это я могу и руками убить, наверное. И теперь мне хватает денег на Турель. Что моей дает? Ничего. Ничего. И 92 ДПС. Это дает что-то. Пирс, по крайней мере. И 120 ДПС. Звучит полезно. Так, где была руна? Где-то внизу, правильно? Точнее, внизу и потом еще вверху. Я еще не был здесь внизу. Ага. Ладно. Эх, почему он был не уйден? Ладно. Ну, баф. Блин, я даже не знаю. Он, конечно, дает плюс один к скиллу. И баф это, конечно, офигенно, но не для скилл-билда, наверное. Я могу его взять и убивать все дальше орбом, но это, по-моему, не самая лучшая идея. Как бы, если у меня основной урон с вот этой вот комбо, то баф мне ничего не дает в плане урона. И он нафиг не нужен просто. Видимо, да. То есть, не, он, конечно, дает плюс один к скиллам. И в этом какой-то смысл есть. Но не такой уж большой. Учитывая, что я теряю один из этих самых скиллов. Это молния, которая заклинание. Кнут я бы, может быть, взял. Но заклинание это немножко хуже. Ага. Ау. Капкан тоже хрень. Надо собирать золото. А то я забываю. Окей. Не знаю, зачем я тролли поставил. Но зачем-то я это сделал. Опс. Это не то направление. Да, идеально. Турель не так хороша, как хотелось бы. Она дохнет быстро слишком. Если враги на нее агрятся. Так что не уверен, что в ней так уж много смысла. Так что, может быть, все-таки стоит. Ну, хотя нет. Не стоит. Просто зависит от врагов. Некоторых врагов она очень хорошо убивает. Некоторых так себе. Наверное, это нормально. Окей. Слева будет переход на другую карту. Скорее всего, где-то здесь. Да. Но мне нужно вернуться к руне. И не только к руне. Там еще какой-то проход. А, это... Эта дверь. 11 минут назад. Да. Это хорошо. Тут оно было правильно? Да, вот оно. Там. Точно тут или... Мне казалось, оно немножко в другом месте было. Может, их тут две? Вроде не похоже. Ммм, справа я еще не был где-то. Ну ладно, пофиг. Не был и не надо. Минута 20. Пока что все легко. И... Все внезапно стало сложно. Или нет. Ты смотришь, я жив. Опс, это не то. Вот это то. Чуваки с щитами спереди орбом тоже не убиваются? Не уверен. Черт. Падно. Окей. А, то, что эти платформы проваливаются, было немножко внезапно. Ну, я прошел эту хрень. И что, я получу? Ммм. Ну, шестого уровня. Так что он дамагивее моего меча, если он не критует. И почти как он критами этот дамажит. Без критов. Наверное, есть смысл. Поджигать мне все еще нечем. Но я могу взять огненную гранату после... После этого уровня. И мне будет чем поджигать. Окей. Я все-таки смог пройти это все. Ладно. Что, справа были из прохода? Потому что тут я тоже не был. Упс. Ммм. Стоп, он с одного убивает? Нет, он с одного почти убивает. Тоже неплохо. Что за амулет? Получать меньше урона и я все равно получаю золото. Наверное, получать меньше урона на 10% это лучше, чем получать на 75% меньше урона от projectiles. Я чаще получаю урон не от projectiles. И все. Ну ок. Пора сваливать. Правильно? Да, там больше ничего нет наверху нигде. Так что пора сваливать. И, видимо, брать огненную гранату вместо вот этой вот хрени. Или огнеметную турель. Ммм. Ноль дамага в сек... Что? Точно ноль дамага в секунду? Звучит как-то не очень полезно. Да ладно. Что еще я могу взять? Четверть бутылки открыть. Четверть того, что осталось. Не знаю даже. Турель, наверное, да... Вот так вот, да, в грейзжу и в следующий раз возьму. Ну или в следующий раз, когда у меня будет этот огненный меч. Пускает кучу стрел. И вроде взрывается при смерти. Ммм, ауешно. Вполне ауешно. Ну ладно. И сразу же всякие ловушки. А! И я сразу же получу от них урон. Идеально. И кину не то. И умру нафиг, видимо. Хватит. Ну это слегка работает. Что там такое? А, это элитный брак. Элитный лучник здесь. Какого черта? Второго не сдамажил. Хмм, так. А не могу ли я? Нет. Отсюда стрелять я не могу. Даже так. А шар кинуть? Ну. Шар я могу кинуть и нанести урон. Поджечь всех тоже вариант. Я могу, по крайней мере, убить поджиганием всех, кроме элитника. Ау. Ау. Элитные лучники. Как я их ненавижу. Он стреляет до того, как он натянул лук. Так что у меня... Моя логика не позволяет мне с ними сражаться. Никак вообще. Ну ладно. Это был неплохой ран. Хм. Ну ок. Теперь нужен источник блида, типа кунаев. Ну хотя бы это легкий элитник. Должен быть легкий элитник. Нет, его бомбы тоже взрываются быстрее. Окей, он дропнул щит. Блидищий щит. Так что, наверное, в этом есть какой-то смысл. Который еще и стреляет. Окей. Самое хреновое в прошлом ране было то, что этого элитника нельзя было избежать. Потому что он так заспавнился, что обойти его не получится. Это вообще было ужасно. Да, мой щит круче. Тратить тысячу на поджигающие мечи я не очень хочу, учитывая, что у меня, возможно, не будет. Ничего, что с ним... Ух ты, не, у меня будет. Я же могу огненную турель купить. Так что, видимо, есть смысл тратить тысячу. И также, если оно за тысячу, то оно, по-моему, не первого уровня. И также слева от меня темный шар еще один, или смертельный шар, или как он там, ну, второго уровня. И получать в полтора раза больше урона. Ну, ладно. Как туда спуститься? А, телепортом. Подняться скорее, видимо. А, вот этим телепортом. Я наркоман вообще. В общем, видимо, это все-таки будет ран со скиллами. У меня будут темные шары и огненная турель. И меч, который дает больше урона при поджоге. И щит, который близит врагов. Не знаю, какой в нем смысл, если я выкинул меч с бонусом поблидящим. Но, видимо, какой-то смысл в нем есть. Не знаю. Не спрашивайте меня. Я понятия не имею, что я делаю. Как всегда. Невидимость. Дамаг по отравленным. Стрела. Турель. Нет, это все не нужно. И, наверное, туда. Там есть сердце, которое позволяет мне пережить одну смерть. Наверное, стоит его взять, а на тысячу всего лишь стоит. Нет, три тысячи. Ладно, пофиг. Дорого и относительно бессмысленно. Полезнее, чем ледяная граната, наверное. Но не сильно. Но не сильно. Стоп, что она дает? По горячим. Но, к сожалению, когда мне будет чем поджигать, у меня уже не будет магнитной гранаты, потому что я ее заменю на... На огненную турель. Нет, туда. Значит, мне сюда. Не то. Хотя, пролиферация блида это весело. И... Тоже не то. Окей. Я не уверен, что там за 0 дамага в секунду, но... Посмотрим. Разберемся. Не знаю. Ну, похоже на огнемет. Ничего не нужно. Я нашел только одно повышение статов на первом уровне. Обычно их там 2-3. Так что, видимо, мне не везет. Так, ну-ка. Ну, как-то так себе. Что вообще дает... Куча урона по... Врагам, если они сгораются. Насколько куча урона? Хрен его знает. Как-то незаметно. Может, я чего-то не понимаю. Может быть, я чего-то не понимаю. Просто вроде что так, что так по 15, она тикает и все. И с огненной гранатой в прошлом ранее я тоже особенно разницы не заметил. Но я ее... Как бы у меня не было особенно много времени испытать ее. Ау. Это уже выход? Не должно быть так. Хотя, видимо, так. Да. Но не знаю. Ну, руна. Ну, просто секрет, конечно. Упс. Ладно. Видимо, это будет полезнее просто. Еще и враги взрываются. И теперь нужно меч сменить на что-то более полезное. Это не тот порядок скиллов, который мне нужен был. Чувак. Ты не хочешь ничего сделать? Ладно. Можно и так. Ммм. Кинжао двойные. Критуют на третьем ударе. Но у них все равно ДПС низкий. Но выше, чем у моего меча. А орб, четвертый, 316 ДПСа. Мой значительно хуже. И это дает бонус по застаненным. Но мне нечем станеть. Ладно. И на это уже не хватает. Так. Больше ДПСа это хорошо. Видимо так. Риф все деньги. Но видимо так. Ау. Да хватит меня блочить, наркоманы. Окей. Это работает. Это работает. И это не очень работает. Хотя я могу, наверное, вот так попытаться сделать и умереть нафиг. Потому что странный меч, который заставляет меня получать больше урона. Окей. Зачем я здесь? Магнитные гранаты и капканы это не такие уж полезные вещи. Видимо за деньгами. Да, еще скиллы. Окей. Да ну нафиг. Чувак со щитом. Зачем ты существуешь вообще? Как я его ненавижу. Дайте оружие. Какое-нибудь. Любое. Да. Да. В два раза больше урона получать. Ну вообще шикарно. Нет. Не настолько любое. Любое кроме этого. Веселье. Это сейчас тоже будет там в три раза больше урона получать? Нет. Удивительно. У меня что-то было поближе, чем нет? По отравленным. Черт. Почему у меня нет отравляющего меча? Все. Все. Отравляющий меч был бы полезен. И наверное что-нибудь такое в игре есть. Но у меня ничего такого нет. Это печально. Не, иди нафиг сундук. Я не хочу проклятия. Это и так сложный уровень. Окей. Удачно он прыгнул. Сколько звуков нанесения урона. Окей. Почему скорпион выкапывается из деревянной платформы? Что за гоня вообще? Нереалистично. Худшая игра года. Ок. Как меня бесит эти ауешки. Я по сути из-за нее умер. Если бы ее не было, я бы скорее всего это пережил. Ну ладно. Не получается ран со скилами. Наверное потому что я просто иду на тот уровень. Если идти в более адекватные места, то скорее всего все получится намного лучше. Но я наркоман и не хочу идти в более адекватные места. Также я бы хотел открыть дверь, которая там за время открывается. Так что, видимо, пришло время спидранить. Ааа. Черт. Или умирать. Тоже неплохо. Ну, хороший лук есть. Урона нет. С навыками не получается играть быстро. То есть с оружием, особенно с хорошим оружием, получается начать тем быстрее. С каким-то там кунай плюс несколько бонусов силы. Я просто бегу и кидаю по кунаю в каждого противника и все умирает мгновенно. А с навыками там приходится ждать кулдауны. Позиционирование важно. Плюс половина из всех этих навыков это всякие... Хм. Это всякие турели, которые нужно там ставить, и она потом кого-то постепенно убивает. Или опять же огненные гранаты. Ау. И капканы. Которые тоже постепенно убивают. Пофиг. Зато быстро. Денег нифига нет, так что купить ничего не получится здесь. Но при этом продается баф, который хотелось бы. Очень хотелось бы. Увы. Зато я могу анлокнуть что-то. Ледяной лук. Я не думаю, что является чем-то особенно хорошим. Пока что ледяные все вещи были так себе. Щит с форсфилдом и щит, который с чарджем. Тоже я почему-то не думаю, что что-то особенно хорошее. Еще пастый щит. Видимо огненные мейсы. Это то, что я открываю. Потому что все остальное у меня открыто. Или не выглядит как что-то полезное. Ну ок. Наверное так. Не знаю. Почему она с этим статом? Что? Какой наркоманский мы все-то. Ну ладно. Допустим. Стоп, что у нее поблизище бонус? Да. Окей. Видимо я поджигаю. Это тоже не очень эффективно выглядит. Также у меня 2 хп. Что тоже не очень эффективно выглядит. Ну какой-то урон есть. Тот урон, который я получаю, это тоже не очень. Он тоже есть. И его как бы больше слегка. Блит еще и отравляет. Блин, ну денег у меня нет на это. А на кнуте что? Дамаг по отравленным. Не, ну если я быстро найду... Дверь на время... В этом еще проблема ее хрен найдешь. Потому что она может быть где угодно расположена. Она может быть направо оттуда, например. Или она может не быть направо отсюда. Или она может быть вообще где-то на другом конце уровня. Ну, я вверху. А? То есть нет, не здесь. Это не то, что мне нужно. Хотя там их хороший навык. Вроде бы. Может быть здесь? Нет, это всего лишь торговец. И это всего лишь тупик. Который меня убьет нафиг. У торговца ничего не было? В смысле, за торговцем ничего не было? Нет. Тогда оттуда влево или вниз, или еще куда-нибудь. Она, по-моему, уже закрыта. Потому что там 3 минуты или что-нибудь подобное, как всегда. Да иди нафиг. Это элитный враг. Это ауешка, которая меня убьет. Шикарно. Но хотя бы это было хреново и рано изначально. Может быть этот будет лучше. Вряд ли. Хотя бы лук есть, и хотя бы он ваншотит этих лучников. Некоторых. Распрыгивает и наркоман. Дайте силу. Открывать двери быстрее, чем ломать. Но проблема в том, что каждый раз их приходится открывать. Привет, дальний бой. Не уверен, насколько это хорошая идея. Совсем не уверен, насколько вот это хорошая идея. Но поехали. Денег опять нет. Ничего ценного. Не, ну может амулет является чем-то ценным. Но ничего. Такого, что я могу купить, не продается. И в принципе оно не выглядит ценным. Это не баф урона. Это единственное, что меня волнует. Но опять же, купить я ничего из этого все равно не могу. Так что какая разница. Окей. Ну, ладно. Хотя бы так я могу. За телепортом. Выход. Я могу очень быстро попасть на третий уровень. Но я не думаю, что это мне так вот прям нужно. Чувак с щитом зачем-то развернулся. А, это тоже не похоже на то, что мне так вот прям, ну, хотя следят. Еще есть хб. Сраные лестницы, почему они такие кривые? Я всего лишь пытался сделать это. Баф, но дорого. Где эта сраная дверь? Не здесь. Понятно. Телепорта здесь тоже нет. Ну, хотя бы дальность у скорпионов ограничена. Окей. Почему они иногда полчаса заряжаются, я успеваю выстрелить из лука и потом еще зарядить арбалет и выстрелить из него. А иногда нихрена. Иногда просто я подхожу, начинаю заряжать арбалет, и на половине зарядки оно взрывается и дамажит меня. Я не понимаю. Шикарно. Ну, это будет очень медленный и бессмысленный ран. И, видимо, последний на сегодня, потому что время. Но, и то, и другое, что у меня сейчас есть, мне совершенно не нравится. Потому что этот факел очень недальнобойный. И довольно слабый. А Хадутин просто ничего не делает хорошего. Окей. Навыки. Просто потому что я могу. Там ничего нет, зачем я туда лезу. Там никогда ничего нет. Двойные кинжалы мне тоже совершенно не нравятся. У них мувсяк неудобный. Тоже недальнобойный и медленный. Но они лучше, чем факел. Да, и сразу же выпусть еще один факел. Эффект хоть какой-нибудь есть? Нет, тогда вообще зачем? Сундук, спаси меня. Нет. Это не помогает. Вообще ни капли не помогает. Ладно, если этот ран не хочет быть адекватным, то, видимо, мне придется обыскивать все. Это тоже не помогает. Чуть-чуть лучше мувсет, но хуже ДПС. Значительно хуже ДПС, по-моему. Да и мувсет он может быть даже и не лучше вообще. Окей. Я пытался сюда упасть, но ладно. Что ты продаешь? Золото. Бомба. Дамаг. Пофиг. Конечно, за тысячу слегка заманчиво купить амулет, который даст мне больше денег. Он окупится, скорее всего, в итоге. Но я не уверен, что я могу себе позволить сейчас тысячу тратить, потому что переход на следующий уровень даст мне какие-то предметы. Там может быть что-то очень хорошее и очень эффективное. И оно может стоить столько, что эта тысяча будет играть важную роль. И на этом уровне я не накоплю достаточно денег за счет этого амулета, чтобы эту тысячу компенсировать. Там на следующем, скорее всего, да. Но не на этом. Окей. Там переход на другой уровень, правильно? Да. Так что я все обыскал. Поехали отсюда. Это было почти достаточно быстро. Три минуты ровно. Ну, 2.59. И здесь, естественно, ничего ценного нет. Чувак, я уже не могу у тебя ничего открыть такого, что мне бы помогло. Не знаю, дай мне ледяной лук. Он звучит как абсолютная хрень, но... Давай. 16 ДПС. Ну, это... Это лучше, чем... Лучше, чем это, наверное. Не уверен. Менее ауешно, почти так же медленно. Почти так же бездамагово. Немножко смысла есть. По крайней мере, можно морожить эту фигню. И она продолжает дамажить, если она уже начала. Смотри. Эти подбрасывания. Ага. Разворозил того, кого хотел. Окей, это звучит более полезно. В основном тем, что повышает мою жизнь. А-ха. Шикарно. Совсем шикарно. Еще и... Еще одна мясорубка. Но... Моя... Чуть лучше даже. Потому что она дает бонусный эффект по... Почему там? По застаненным. Считается ли вот это станом? Или это просто обездвиживание? Как отдельный эффект? Ау. Не уверен. Ок. Он умер. Уже хорошо. Чувак, иди нафиг с этими телепортами. Мне вообще нечем убивать сейчас. С мяча у меня совсем не хватает урона. А пилы и капкан не работают, потому что он перемещается с раными телепортами. И ему пофиг на то, что я там какие-то капканы ставлю, пилы или еще что-то подобное. Это вот фигня идеально убивает с пилами. Потому что я их просто ставлю и жду. Ау. Я думал, он уже умер. И чуваки со щитами, по-моему, хорошо убивают с пилами, потому что они не это... Не могут их блочить, по-моему. Ну и в такой ситуации, да. В такой ситуации все хорошо, потому что он там ходит туда-сюда, не агрится на меня, не телепортируется. И дохнет. Нужно больше навыков. Нет, не сюда. Сюда-сюда. Окей, это стена. Окей. Нет. Нет. Сойдет. Напилы. Довольно офигенные. Но ими все медленно проходится. Ледяная граната мне явно не нужна. Да, 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 да. Отлично. И это тоже отлично. Отлично. Как же это офигенно. Это тоже вполне офигенно. И, видимо, я меняю капкан на что-то более полезное, потому что... Шторм ножей, или как он там? Блад шторм, найфсторм, или что-то типа того. Вроде довольно неплохая вещь. Да. Куча блида повышает силу. Пирсит первую цель. Сколько у него откат? Шесть секунд. Семь секунд практически. Денег нет вообще. Хотя я бы хотел орб. Почему у меня денег нет вообще, учитывая, что я на этом уровне ничего не покупал, вроде бы? Или что-то я покупал? Я при входе на этот уровень что-то покупал. Но мне казалось, я должен был за этот уровень немножко больше денег получить. Да, это неплохо. Шторм против сложных врагов, против тех, кого нужно быстро убить. Пилы против тех, кто пофиг. Типа скорпионов. Ну и мечом надо все-таки иногда пользоваться. Хм. Сойдет? Ау. Не сойдет. Издалека эти хреновины отлично убиваются луком. Точнее, отлично вырубаются луком и потом убиваются чем угодно. Проблема в том, когда я спускаюсь прямо к ним. Иди ты нафиг. Иди ты нафиг. И, видимо, сюда. И, видимо, последняя бутылка. Уж они силы. Не совсем то, что мне нужно. Так сколько здесь лифтов? Так. Идеально. Что ты жив? И что, наверху, кроме секретки? Черт. Зря я то и другой кину. Одного шторма там буквально не хватило. А, или нет? Потому что здесь его явно не хватило почему-то. Так, не только куда я пытался это закинуть. Да, вот так вот лучше. Так, а, или шторм. И это выход, который мне не нужен. Идеально. Ну, или, на самом деле, может быть, это выход, который мне нужен. Потому что в другом выходе у меня ничего никогда не получается. Не уверен. Видимо, я в этом видео вообще никуда не попаду. Даже на третий уровень я всего лишь один раз попал. И это очень быстро кончилось. А, нет. Элитный враг. Не очень интересно. Да, он, конечно, даст мне что-то полезное. Хотя... Хотя, хотя... Нельзя его так зачизить? Или он все равно будет ко мне телепортироваться? Будет. Теперь мне надо прожить пару секунд. И добить его. Но он дропает хрень абсолютно, естественно. Потому что... Когда это элитные враги дропают что-то полезное, кроме рун, которые открывают всякие проходы? Никогда. Окей. Как так? Ладно, я могу и так кинуть. Мне не жалко. Почему этот шторм иногда... Просто ваншотит все живое вблизи? Иногда не наносит никакого урона и только навешивает кучу блида. Не увидим. Возможно, по большим врагам. По большим врагам он, скорее всего, там... Всеми... Ножами попадает или что-нибудь подобное. И из-за этого наносит кучу дополнительного урона. По крайней мере, я бы так предположил. В магазине что-то полезное было. Но я там, скорее всего, не могу ничего купить. Все еще. Потому что там три с чем-то было. А у меня почти ровно три тысячи. Сундук, спаси меня. Нет. Это не спасает меня. Окей. Иди нафиг. О, это тупик. С деньгами. Теперь я могу купить то, что я хотел купить. Потому что оно явно не три с половиной стоило. Ну, сначала я пробегу сюда. И здесь будет дверь закрытая. Я же говорил. Естественно, сейчас 14 минут. Так что, естественно, она закрытая. Все еще. Точнее, уже. Но все еще. Это сложно. Окей. Магазин. Что я хотел купить? Амулет? Нет. Не амулет. Я хотел купить орб, и он стоит 3 900. Так что на него мне не хватает. Хадутин хрень. Меч хрень. Так что, увы. Упс. Тут точно не было еще нигде ничего в продаже. Потому что, может быть, я где-то еще что-то хотел купить. Видимо, нет. Окей. Это не стоило потраченного времени. Сейчас у меня уже есть хорошие навыки. Ну, хотя... Нет. Орб, он, конечно, был бы лучше, чем шторм. Чего он там? Ножей. Но не настолько лучше. И у меня нет денег в любом случае. Я не знаю. Он ведь не даст мне оружие, если я оружие анлокну. Ну, в смысле, если я оружие следующий уровень анлокну. Так что в этом смысла нет. Плюс 5% урона тоже как-то смысла мало. Так что бутылки. Максимум бутылок. Шикарно. Сразу опасные ловушки. Хм. И легко убиваемые враги. Потому что я могу просто кинуть свои ловушки. И мои ловушки опаснее, чем вражеские. Еще немножко силы. Не знаю зачем. Оружия у меня хорошего все еще нет. Ну, может быть, будет. Это было сначала. Хотя... Нет разницы, в каком порядке это делать. То, что я сделал. Я все равно получил урон, скорее всего. Окей. Ау. Ммм. Так, ну, во-первых, я себя очень сильно задамажил. Во-вторых, может быть... А, это... Это оружие. Блин, почему я думал, что это не оружие? Чувак со щитом. Почему всегда ты? Почему всегда ты, я тебя спрашиваю? Худший враг в игре. Еще один шторм клинков. Ножей. Чего-то там. Шторм чего-то там. Это теперь официальное название этого заплевания. Навыка. Неважно. Лучше, чем мой. Хуже, чем мой. Потому что сила сейчас хороша для меня. А бонус по горящим почти всегда плох для меня. Потому что поджигать меня обычно нечем. Окей. Окей. Это выход? Не похоже. Хотя бы я его убил. Не-не-не-не. Тут недостаточно места, чтобы с тобой сражаться, сраный паук. Копье. Я надеюсь, что это выход все-таки. Может, копье звучит как что-то очень неплохое. По крайней мере, если я найду выход, я им воспользуюсь. Взять, что ли? Потому что на это это должно влиять, потому что это атака все-таки. По крайней мере, это оружие. Но вместо чего взять, это другой вопрос. Потому что и шторм, и... В общем, у меня и то, и другое очень хорошо. Если я найду хорошее оружие в основной слот вместо меча, тогда, может быть... Ммм, я думаю, я могу спустя потолок атаковать. Видимо, нет. Я могу вот так атаковать. Тоже работает. И макс хп. Которого откуда-то у меня очень много. Откуда у меня столько макс хп? У меня столько раз попадалось. Потому что у меня на оружии плюс один всего лишь. Ну, на эквипе. Откуда? Навыки еще. Навыки это хорошо. И выбор. Который, скорее всего, тоже пойдет в навыки. Окей. Выбор пойдет в навыки, если я смогу до него добраться, конечно же. А, этого хватило. Вообще шикарно. Сундук. Сундук. Оружие. Нормальное оружие. Естественно. Еще и накурено здесь. Сундук. Скиллы. Там накурено. И там... Бэтмен, от которого хрену вернешься. И там внизу еще кто-то ходит. Я могу отсюда кинуть? Могу. Это даже слегка сработает? Да. Это даже не слегка сработает. Это не долетело. Это долетело. Тут все еще накурено? Или она просто не сразу пропадает? Видимо, внизу еще накурено. Или дальше справа? Почему у меня аптечка надо мной висит какая-то? Не уверен. Также я не уверен, что я хочу туда. Но это вариант. А, нет, 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 нет. Да. Вот так это вариант. Где чувак, который накурил? Слева-снизу. Ау. Окей. Передержал. Ну где слева-снизу? Сраные бомбы. Я не мог от этого увернуться, потому что если я спрыгну вниз, то меня там убьет все остальное. Если я полезу вверх, то, собственно, я не успел долезть до конца вверх до того, как они взорвались. И атаковать я их тоже особенно не мог. Ммм, как блин долго работает. Ну окей. И тут все еще накурено. Так, так. Кто позволил? Чувак со щитом позволил. Естественно, кто еще? Вверху хрень, внизу хрень, везде хрень. Ну, минус хрень наверху. Минус. Часть хрени внизу. Минус вся хрень внизу. Здесь я вообще не уверен, что хочу быть. Окей. Нет. Окей. Я не уверен, как я выжил. Но я выжил. Это главное. Ага, это сверху открывается. Не проблема. Хмм. Прантик сорт. И бессмысленный магазин. Все это ради бессмысленного магазина. Ну хотя бы у меня есть два чертежа. Которые я бы очень хотел сдать. Но скорее всего не получится, учитывая, насколько сложный обычно этот уровень. И насколько я люблю падать в шипы. Ну, с другой стороны, у меня очень хороший билд для безопасности. Я могу проходить все медленно и аккуратно и с довольно большим шансом. И умереть от взрывающихся сраных бэтменов. Надо просто ждать и бить их. Это эффективнее. Потому что когда я начинаю забираться вот сюда, вот в этот момент я ничего не могу. Ну хотя нет, сейчас я могу почему-то. Но оно как-то в этот момент меня дамажит. Я с этим почти ничего не могу сделать. Пошел нафиг. Надо ли мне вообще сюда? Не знаю куда мне надо. Это проблема. Это даже не лечение. Ну, с этим чуваком шикарно вышел. С Пэтменом неплохо вышел. Там никого. Там кто-то. Там много кто. Один хп. Ну его нафиг. Пойду в другие места. В те места, где не накурино. В идеале. Не, ну это конечно такое место, но блин. Это не помогает. Где я еще не был? Или тут везде теперь накурино? Слева я везде был. Там я везде был. То есть нет, это единственный путь. Какой ужас. Почему этот уровень такой длинный и такой ужасный? Чувак остался слева, правильно? Он там еще и ходит, хрен знает куда слева. Так что я не всегда могу его сдамажить. Окей, лучника убил. Это самая серьезная проблема. Это должно быть эффективнее. Потому что когда-нибудь он подойдет, и это должно его убить. Без риска для меня. Наверху там был паук. Это немножко мешает. Чувак, ты собираешься подходить? Да, окей, все идет. Так что может вообще забить? Потому что там накуренный чувак, паук и все. И тупик. И капкан, который мне явно не нужен. У меня уже был один. Ах. Ну, либо я умру на ловушках. Либо я умру на бэтменах. Ну или робо-паути тоже вариант, конечно. Окей, туда спускаться, в принципе, смысла нет. Но на всякий случай хотя бы зомби убью вот это вот. Они вроде оба не должны ко мне запрыгивать. Не так безопаснее. Да. Это не поможет, потому что у меня все равно, скорее всего... На меня все равно, скорее всего, один удар. И там тоже накурено. Но хотя бы я всех убил. Всех ли я убил? Видимо, да. Я вижу, кто курит. Это решает часть проблем. И да, я могу сделать так. И убить всех, кто рядом с ним. Часть тех, кто рядом с ним, по крайней мере. Да. Они туда постепенно подходят. А больше там вроде никого нет. Кроме Бэтмена. Который был видимым, но я почему-то не думал, что он согрится так. Но... Не важно. Амулет. Я, пожалуй, обойдусь. Мне и без амулета хорошо. Нет. Окей, что с тобой делать? Видимо, вот это. Хм, сквозь пол я тоже не могу стрелять. Ладно, я подожду. Какой безумно длинный и сложный этот уровень. Бэт... Не Бэтмена, а как тебя там зовут? Рыцарь, зачем? Ты не должен туда телепортироваться. Навыки. Мне нужно быстрее все убивать. Я надеюсь, это выход. Да. Идеально. Что внизу? Просто глянуть. Не спускаться. Просто посмотреть. Я видел там лучник. И Бэтмен. И еще один лучник. И еще один лучник. И еще один Бэтмен. И... Все. Они даже ничего не охраняют полезного. Явно не спускаться. А был портал наверху? Нет. Ну тогда лифт. Ну, я прошел этот ужас. Я получил скиллы шестого уровня. Не знаю, чем они мне сейчас помогут. Ну, а хотя бы я донес чертежи. Копье и... Так, копье критует, когда я дамажу нескольких врагов сразу. Интересно. Эта хрень критует, когда у меня меньше половины жизни. Ну, сейчас это бы мне помогло, наверное. Что у меня сейчас вообще? Хреновый меч. Привет. Чуть менее хреновый меч. Не уверен. Упс. И привет. Последняя бутылка. Ура. Четыре заряда. Стоп, у меня там еще что-то было. Пофиг. В деньги. Дамаг по горящим. Дамаг по блидищим. Дамаг по всем подряд. Близить мне есть чем. А, черт. Но мой меч дает мне плюс один. Пофиг. Мой меч говно. Это главное. Лучше иметь меньше жизни, но более хорошее оружие. Хотя, насколько оно более хорошее, это еще вопрос. Смогу ли я нормально убивать босса тем, что у меня есть? Я смогу терпимо убивать босса тем, что у меня есть. Как плюс, мне нужно только изредка к нему подходить, кастовать одну хрень, которую я могу даже в воздухе кастовать. И все, этого хватает, чтобы продамажить до включения щита. Как минус, если я промахиваюсь, то это нехорошо. Ау. Это тоже не очень хорошо. А, нет, не прыгай сюда. Черт, у меня все еще больше половины жизни. Ну, это его почему-то убило. Я не уверен. Вроде у него еще было много жизни. И потом он просто взял и умер. Ладно. Не буду спорить. У меня есть дверь, которая закрылась 19 минут назад. У меня есть? Да, у меня есть 12. Пофиг. Какое-то это видео получается очень длинным. Что не очень хорошо. И какой-то этот уровень легче, чем тот, который только что был. Ну, хотя нет, не легче. Может быть легче? Не знаю. Не уверен. Ау. Явно не легче, если пытаться делать вот такую вот фигню. Да. И не замечать бэтменов. Ну, это слегка намеренная смерть, потому что время уже 20 минут назад. Но, в любом случае, я как бы пытался бежать вперед и убивать все по ходу дела. Но с билдом в навыки это не особенно получается. Ну, ладно. Зато я донес два чертежа. И, может быть, в следующий раз я не буду билдиться в навыки. Или не буду идти в эту тюрьму. Или как оно там называется. Потому что оно мне не нравится. Пока что. Но, в любом случае, это в следующий раз. А на сегодня на этом все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok